Назовем сегодняшнее исследование разрыв шаблона Wi-Fi. 5 ГГц может работать хуже, чем Wi-Fi 2.4 ГГц. Или быстрее и больше не значит лучше. Неделю назад выложил видео исследование под названием «Тормозит интернет» на ноутбуке браузер Firefox со встроенным Яндексом. В ролике описал проблему работы с удаленными рабочими столами при включенном браузере Firefox. Причем проблема наблюдалась только при установке сборки браузера по ссылке с Яндекс. По другой ссылке проблемы не наблюдалось. Прошла неделя и опять заметил тормоза рабочего стола. Проверил. Оказалось браузер стал опять создавать помехи видимой программой Pinkplotter. Значит вопрос не в сборке, а в настройках браузера. На текущей неделе включил в браузере шифрование DNS-забросов. Возможно проблема появляется именно при включении данной функции. Данная функция в браузере сейчас тестовая. И разработчик так и пишет. Возможны баги, обращайтесь по этому поводу. Но не столь важно. Важно иное. Браузер предоставил инструмент для исследования работы настроек Wi-Fi. Проблема обнаруживает себя только при работе в диапазоне 5 ГГц. Для нахождения сети с проблемой переименовал сеть 5 ГГц отдельным именем с цифрой 5 в окончании названия. Дело в том, что если вы назовете сеть одним и тем же именем, то абонентское устройство самостоятельно будет выбирать случайным образом найденную сеть. Таким образом работает роуминг не только от географическом пространстве от точки к точке, но также может выбираться и сеть разная по частоте. Опытным путем обнаружил, что проблема появилась только в одном диапазоне и в двух местах в квартире. На самом деле нам эти места давно знакомы. На десятках тестов, которые я проводил ранее и которые можно увидеть на моем канале, места отмечены как комната номер 4 и измерительная точка номер 7, то есть, тупо говоря, спальня и кухня. Измеритель спид-тест, как видно в видео, показывает на кухне очень хорошую скорость и во время измерений не происходит никаких видимых помех на пинкплотере. Зато во время запущенного браузера Firefox наблюдаются красные полосы на графиках, рисуемых пинкплотером, что означает фактическую кратковременную недоступность радиоканала и, соответственно, тормоза в работе удаленных рабочих столов. В диапазоне же 2,4 ГГц картина прямо противоположна. Скорость, измеряемая спид-тестом, небольшая. Измерения спид-тестом рисуются помехами на пинкплотере, однако красных полос нет и это самое интересное, что работа удаленным рабочим столом комфортная, даже при включенном браузере Firefox. Из важных деталей проблема воспроизводится в удаленных точках квартиры от роутера, где тесты из моих предыдущих видео по измерениям скорости разных гаджетов показывают наименьшие результаты, то есть там, где сигнал проходит сквозь стены и ноутбук удален на расстояние от роутера более 5 метров. Думаю, проблема в том, что на 5 гигагерц я один и я специально объединил 4 канала в полосу 80 мегагерц от жадности для подтверждения мифа, что диапазон 5 гигагерц без соседей и можно достичь наибольшей скорости и все будет работать очень хорошо. Миф не подтвердился. Объединение каналов дало очень хорошую скорость по спид-тесту, но при этом сократило зону уверенного приема. Уменьшение полосы до 40 или 20 мегагерц повысит стабильность. Данный тест показывает, что в погоне за скоростью мы жертвуем стабильностью, считая, что дальность Wi-Fi в помещениях измеряется десятками метров. На самом деле не так, стеновые перекрытия сильно ослабляют сигнал и для устойчивой работы требуется жертвовать как и скоростью, так и стабильностью. Если ноутбук используется как удаленный терминал, а не скачивателей торрентов, то скорость ему не нужна. Зарезайте полосу смело, это прибавит стабильности. Ранее тоже замечал, что при объединении каналов падает стабильность, но браузер Firefox дал отличный инструмент генерации стабильной программной помехи, а программа Ping Plotter визуализирует задержку в пингах и недоступности сети в понятном для пользователя виде. Выводы из перечисленного исследования. Быстрая скорость на спидтест не равно хороший Wi-Fi. Чистый от соседей 5 ГГц диапазон не равно хороший Wi-Fi. Максимальная ширина канала 80 или 40 МГц не равно хороший Wi-Fi. Основной шаблон у рядовых пользователей, что в стандартной квартире Wi-Fi должен пробивать везде и на всех режимах. Исследования показывают, что это не так. Wi-Fi, как технология радиосвязи, имеет все недостатки радиосвязи. То есть требуется учитывать расстояние, преграды помещения, где используется радиоточка и соответствующим образом настраивать ее. Терестикой и выбирать количество точек. То есть требуется проводить радиопланировку помещения. Соответствующий ролик по использованию радиопланировщика Wi-Fi от фирмы D-Link есть у меня на канале. В описании работы Wi-Fi на сайте Kinetic имеется следующее описание, которое в свою очередь вводит пользователи в заблуждение, согласно сегодняшнего исследования. Каналы 40 МГц в большей степени подвержены помехам и могут мешать работе других устройств, что вызывает проблемы с производительностью и надежностью. Особенно при наличии других сетей Wi-Fi и других устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц. Каналы 40 МГц могут также создавать помехи для других устройств, использующих это. В реальности, при измерении ширины канала с 20 МГц до 40 или использовании режима автоматического выбора ширины канала авто 20-40 в некоторых устройствах можно получить даже снижение, а не увеличение пропускной способности. Снижение пропускной способности и нестабильность соединения может происходить, несмотря на цифры канальной скорости подключения, которая в два раза выше при использовании ширины канала 40 МГц. При снижении уровня сигнала использование канала шириной 40 МГц становится гораздо менее эффективным и не обеспечивает повышение пропускной способности. При использовании канала шириной 40 МГц и слабом уровне сигнала пропускная способность может снижаться на 80 процентов и не привести к желаемому увеличению пропускной способности. Иногда лучше использовать стабильную скорость 135 Мбит в секунду, чем нестабильные 270 Мбит в секунду. Реальные преимущества использования канала шириной 40 МГц, в частности увеличение пропускной способности от 10 до 20 Мбит в секунду, как правило, могут получить только в условиях сильного сигнала и малого числа излучателей в частотном диапазоне. Использование ширины канала 40 МГц оправдано в частотном диапазоне 5 ГГц. Если же вы решили использовать канал шириной 40 МГц и при этом заметили снижение скорости, рекомендуется использовать канал шириной 20 МГц, так как вы сможете увеличить пропускную способность. Как видим на сайте Kinetic основной причиной проблем широкого канала описывают помехи, но в нашем случае я один в диапазоне 5 ГГц. Второй ошибкой является объявление, что снижение полосы повысит скорость. По факту спид-тест показывает меньшую скорость и торрент качает меньше, но вот стабильность канала увеличивается, а это в случаях удаленных рабочих столов и иных сервисов реал-тайм, например, игры в WhatsApp и т.д. являются куда большим раздражителем для пользователя, чем скорость. Соответственно, предыдущие мои исследования основаны только на измерении скоростных характеристик не полностью валидной. Интересно сделать тесты на стабильность канала при разных затуханиях, разной ширине канала и в разных диапазонах на разных точках доступа. Думаю, что в данный момент существует множество пользователей, сталкивающиеся с данной проблемой, но не понимающие пути ее решения. В ближайшее время попробую протестировать границы стабильной работы разных полос канала в диапазоне 2, 4 и 5 ГГц для двух или трех моделей роутеров. Но уже сейчас могу аргументированно утверждать, что миф о 5 ГГц распространенном в интернете является мифом. Соседи по дому в диапазоне 2 и 4 ГГц не оказывают критического влияния на работу сети, а вот повышенная частота в 5 ГГц более критична, к естественным препятствиям в виде стеновых перегородок и на одних и тех же расстояниях показывают худшие результаты по стабильности, а именно стабильности, а не скорости. Скорость действительно хорошая, но кому нужны цифры на спид-тест, если по факту пользоваться интернетом невозможно? В таком случае маркетологи фирм-производители оборудования подставляют под удар техническую поддержку операторов связи, ведь пользователи сбиты с толку мифами распространенными авторитетными компаниями. До новых встреч, подписывайтесь на канал, будем разбираться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok